Библейская семья Библия охватывает Ветхий и Новый Завет, и примеры совсем разные вот этих семей. Мы видим семью Ноя, что это лучшая семья была на земле. Ной, его жена и его три сына. И мы видим, что в этой лучшей семье все остальные погибли грешники в потопе. В ней все равно воспитывается, растет и вроде избран Богом для спасения хам. Мы видим, что Адам и Ева, они согрешили, каются, воспитывают своих детей в покаянии, в любви Богу. Дети любовь к Богу проявляют, жертвы приносят. Но чем тоже, помните, закончилось? Увы, Каин Авеля убивает. Мы видим, как Авраам хранит верность своей жене. Ему за сто лет детей нет, Господь ему ребенка обещал. Но вот тоже там в итоге жена ему сама приводит свою служанку, рожается Измаил. Да, такой у него незаконно рожденный сын, то есть, по сути, изменяет своей жене. И, тем не менее, тоже человек, которого мы почитаем как ветхозаветного праведника. Мы смотрим на внука Авраама, Авраам, Исаак, и вот Иаков. Иаков, да, женится на Ли, женится на Рахиле, еще служанки. И одной и другой жены с ними тоже вступают в связь, и поэтому 12 детей от разных женщин. И тоже вот вроде семья, и тоже братья. Мы видим, к чему это приводит. Вот это и вражда между братьями, и зависть по отношению к Иосифу, и его предательство, вот это там продажа в рабство и так далее. Все, что мы там дальше идем и смотрим, тоже, ну, картина вроде какая-то идет печальная, что и Давид, мы знаем, да, как жен тоже менял, и чужих жен захватывал, и Соломон, как набрал наложницы, тоже идолам поклонялся. Почему вот вроде столько негативных примеров привел? Это все Ветхий Завет. Люди могли жить в библейское время, стремиться к Богу, но Христос еще не пришел, Христос еще не показал абсолютного примера. И наоборот, Господь даже мог показать пример, ну, и сам сравнить, что Израиль, Ветхозаветная Церковь, Ветхозаветный народ, избранный Богом, что он в браке вроде с Богом находится, но он блудит, он изменяет, поклоняется идолам. Вот тоже через пророков это возвещается. Однако затем приходит Христос. И Христос, который относится к апостолам, к каждому человеку, к которому приходят, как к своим чадам, который сам показывает любовь, которую надо к Отцу проявлять, к Богу, Отцу Небесному. Он показывает трогательную заботу о матери на кресте, да, вот что просит и благословляет Иоанна Богослова, своего любимого ученика, быть ей как сына и так далее. Господь показывает нам, как должно быть. И вот можно сказать, современная семья, живущая, пусть и спустя две тысячи лет после Рождества Христова, тем не менее живущая в новозаветное время, у нее быть по-настоящему библейской, не просто библейской, а новозаветной, куда больше потенциальных возможностей. Потенциальных, потому что, увы, можно это не реализовать. И мы видим, современная семья, она может жить без Бога, и современная семья, она может быть вроде и православной, а тоже мира нет, и тоже и священнические семьи отнюдь далеко не идеальны. Поэтому для нас, конечно, идеал сам Христос. Вроде Христос как же, там, несемейный человек, у него не было жены, детей, да, там, по крови, да, мы все ему дети Божьи, и Господь нас ждет в Царстве Небесном, как своих детей, и как, вот, помним, притчу о блудном сыне, да, вот тоже Христос точно так же нас ждет. Но Господь нам показывает идеальный брак, идеальную семью. Идеальная семья — это Бог и Церковь. Я бы предложил открыть пятую главу послания к Ефесиным и прочесть несколько стихов. Жены, повинуйте своим мужьям, как Господу, потому что муж есть глава жены, как и Христос глава церкви, и он же спаситель тела. Но как церковь повинуется Христу, так и жены своим мужьям во всем. Мужья, любите своих жен, как и Христос возлюбил церковь и предал себя за нее, чтобы осветить ее, очистив баню водную посредством слова, чтобы приставить ее всей славной церкви, не имеющей пятна или порока или чего-либо подобного, но дабы она была свята и непорочна. Вот эти стихи, которые мы прочитали, их нельзя брать раздельно и рассматривать в один в отрыве от другого. Потому что иногда есть люди, которые в погоне за своей гордостью, за своими пороками говорят, «О, жены, повинуйтесь мужьям во всем». И потом Библию закрывают. А надо читать дальше. И надо видеть, что идеальная библейская семья — это не где просто жены повинуются мужьям во всем. Это где жены повинуются мужьям во всем, потому что муж, как Христос для церкви, умирает, полностью себя отторгается, страдает, делает все, чтобы жена была свята и непорочна. Поэтому тоже идеальная семья, она абсолютно жертвенная, когда муж приносит себя целиком в жертву, вплоть до смерти, чтобы интересы жены, ее чистоту, действительно, интересы души жены, прежде всего, а не какие-то материальные, оградить, сохранить, пожертвовать собой своими интересами. Вот эта жертвенность, когда мужская есть, после этого жена должна мужу повиноваться. Если мы берем и выбрасываем часть из Священного Писания, это как раз получится то же самое жонглирование цитатами, как сатана, когда пытался Господу после сорокодневного поста в пустыне искушать. Да, тоже цитировал Библию. Поэтому тоже, дорогие друзья, современная семья отличается от библейской, но на какую-то, на ветхозаветную вполне может быть похожа. А вот от той, которую Христос показал, действительно отличается. И задача всей нашей жизни, нашей семейной жизни, с нашими любимыми, а порой, да, и весьма нас обижающими, и кого мы обижаем, родственниками, самими близкими людьми, задача вот к этой семье, которую Христос показал, приблизиться. И задача действительно поступать везде, как Христос. Жертвовать собой, всем, что у тебя есть, своими интересами, своими какими-то предпочтениями. А уже когда ты видишь, что рядом с тобой другой член твоей семьи так жертвует, то действительно брать и прислушиваться, и повиноваться. И вот эта взаимная жертвенность, взаимная жертвенная любовь, она сделает вашу семью, сделает нашу семью, сделает каждую христианскую семью абсолютно библейской. Внеси свой вклад, оцени, подпишись и поделись этим видео. Субтитры создавал DimaTorzok